Привет дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои браленькие девочки, мои матушки. Я вас всех приветствую. Зубы еще не выросли. Сегодня я вас хочу познакомить от компании Абверхоу мультиварка. Сегодня у меня будет на обзоре, мы вместе будем готовить. Я вам вкратце расскажу из чего и какие детали в нее входят. Эта мультиварка называется Хаусман Кост М15. Итак, мультиварка. Не буду занимать у вас много времени. Хочется, чтобы наше население знало больше. Компания Абверхоу это техника для дома. Техника для дома. Блогеры очень многие рекламируют, но это не просто реклама, а это чтобы вам было доступно, чтобы вы понимали, что это вещи стоящие. У меня от компании Абверхоу есть и кофемашина рожковая, и хлебопечка, и электрогриль. И у меня есть ножи, которыми я пользуюсь уже больше года. Ножи я ни разу еще не точила, так что если вы хотите, пожалуйста, заказывайте. Фирма серьезная. Обязательно они все условия соблюдают. Итак, начнем. Приходит эта мультиварка вот в такой хорошей упаковке. Упаковано хорошо. Высылают они как на почту, так и на компанию СДЭК. Я получаю на СДЭК. Очень удобно. Народу нет очереди. Нет на компании СДЭК, поэтому очень удобно. Что идет в эту мультиварку? Мультиварка состоит из хорошего, добротного пластика. И капельки у меня тут собрались. Я ее уже тестировала. Тестировала на когда вы ее получите. Она у вас примет режим температуры. Примет домашний. Если это зимнее время, это обязательно надо, чтобы отстаивалась техника. Любая. Как минимум 2-3 часа, чтобы она у вас стояла. Значит, состоит из добротного, хорошего пластика и нержавеющей стали. Сама крышка это как раз руководство к действию. Здесь имеется вот такой клапан. Он создает вакуум. И когда вы приготовили, вы аккуратно, очень аккуратно. Можно, конечно, и полотенцем. Можно полотенцем, либо вот взять ложечку и вот так потихоньку открыть этот клапан. На крышке находится кнопка, которая будет вам открывать и закрывать. Что еще входит? Входит еще вот такая пластиковая ложечка. Вот такой черпачок пластиковый. Мерный стаканчик. Значит, подставка под вторую кастрюлю. Идет также крышка. Также крышка. Идет резиновый вот такой ободок. Можно надеть сюда, когда вы будете уже приготовленные хранить. И можно надеть вот сюда. На саму крышку. Также идет с нержавеющей стали. Вот такой, я бы сказала, котелок. Но это называется кастрюлька. Вот такой. Раньше были пластиковые. И пластик, он был мне ноский. Сейчас более современная. Значит, также идет 6-ти литровая кастрюля. Она из алюминия качественного. И она покрыта двумя... Два слоя вот этого хорошего пищевого покрытия. Вот здесь вот мерный стакан. Внутри мерные... Как вам показать? Вот. Мерные вы все увидите. Как снаружи, так и внутри. Вот. Сама костюля, сама, так сказать, мультиварка имеет... Видно, да? Имеет вот такое там покрытие. Вот. Она достаточно увесистая. Стоит она прочно на столе. Резиновые ножки. Она стоит стационарно. Резиновые ножки не дадут никуда съехать со стола. Итак, эта мультиварка имеет 15 предустановленных программ. В общем, и функция... Функция скороварки. Значит, дисплей, антипригарное покрытие чаши, давление, тонкие настройки управления, поддержка температуры на 6 литров. Можно готовить в ней овсянку, бульоны, пиццы, птицу, йогурт, яйца, бобовые, рис, скороварка, мясо, выпечка, томление на пару. Сатэ и каши. Вот такая мультиварка у меня пришла. Я считаю, что от фирмы Аберхов это просто счастье покупать, либо получать. Вот как мы блогеры. Значит, немножко вам вкратце, что входит в нее. Напряжение 220-240 вольт. Мощность 1000 ватт. Низкое давление 30-40, высокое давление 50-60. Объем чаши 6 литров. Количество предусмотренных программ 15. Режимы приготовления низкий, нормальный и высокий. Вот. Ну и далее по списку. Мультиварка шикарная. Мультиварка очень удобная. Разберется любая даже малолетняя девочка или 80-летняя бабушка. Значит так, на ней имеется вот этот дисплей. В нем вы все прекрасно увидите. Все вы прочтете и давление, и выставите какой нужно уровень вам и отсрочка старта есть. То есть вы можете заложить туда и утром подойти, нажать на кнопку и приготовится ваша каша. Что я хочу сегодня приготовить? Я хочу приготовить. Девочки, тараторию не хочу занимать ваше время, драгоценное ваше время. Но хочу прекрасно вам донести, и чтобы вы понимали, что это достойные вещи. Поскольку я сейчас беззубая, поэтому я приготовила себе тыкву почистила. Тыкву я засыплю в верхнюю кастрюлю. Тыква у меня такая хорошая куплена. Так сказать, как вам сказать, тыква, которая быстро готовится. Сейчас вообще все вот эти культуры какие-то они быстро готовящие. Раньше в моем детстве это была абсолютно другая тыква была, которая готовилась гораздо дольше. Согласитесь, девочки. Вот. Что еще вам сказать, мои матушки? Скажу я вам, что... Да, техника... Девочки, все сыпется. Ой, мой большой. Техника, конечно, теперь на грани фантастики. Голову сильно не поднимаю, чтобы и самой не смущаться, и вас не смущать. Я померю вот этим стаканчиком крупу. Примерно хотя бы раз. У меня перловая каша, керзовая каша, как называют ее солдаты. Я перловку с некоторых пор очень люблю. Вот. Три. Я ее промыла, я ее замачивала. Три, четыре. Ну, будем считать четыре с половиной. Четыре с половиной. Значит, мне надо воды один к трем. Один к трем. Я ее вот так рассредоточу сейчас. Значит, двенадцать, тринадцать стаканчиков я налью вот этой воды. Один к трем. Перловка готовится. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Я налью меньше, потому что она у меня, она у меня уже прям такая размоченная. Что я туда добавлю? Я немножечко добавлю хорошего маслечка. Чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть добавлю и размешаю. Вот. Я не знаю, как правильно. Может, вы будете готовить по-другому. Я ничего не имею против. Я это все размешаю. Я немножечко ее присолю. Сколько минут? Девять минут. Ну, ничего, девочки. Маленько присолю. Вот. Сюда же установлю вот эту штучку и поставлю, и поставлю туда. Я не знаю, девочки, это правильно или нет, но я хочу так. Я хочу так. Вот. Значит, включим ее в сеть. Включим в сеть. И что с крышкой? Самое главное, что с крышкой. У крышки есть узкое вот такое и вот такое вот широкое, да? Вот здесь вы должны установить широкое к широкому и обязательно ее вот так до щелчка. До щелчка. После этого я поставлю, я поставлю, я поставлю, я поставлю, ох, 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 я поставлю рис. Рис 12 минут, пишет. Я закрыла вакуум. Так, и еще по поводу, вот она нагревается. И еще по поводу вот этого клапана, клапана. Очень аккуратно. Когда вы будете выпускать воздух, видите, у меня кухня. Или у вас будут рядом обои, или какие-то декорации кухонные, кухонные, не знаю, как правильно. Вот. Вы должны ее развернуть так, чтобы воздух туда не пошел. И чтобы у вас ничего не расклеилось. Вот. Ну, а мы ждем приготовления моей вкусняшки. Вот. И дальше я вам покажу. Вот сейчас она нагревается. Она мне сама включит время. И я вам покажу, что получилось. Вещь хорошая, вещь нужная. Вещь, так сказать, тем более у меня вот как сейчас с зубами проблемы. Я уже делала овощи. Тушила очень даже хорошо. Ну, встречаемся в студии, так сказать, через 12 минут. Забыла вам сказать. А также идет паспорт на русском, только на русском языке. Все на русском языке. И еще здесь есть, ну, как бы это инструкция, да? Ну, и еще есть, что приготовить. Что приготовить, какой, чтобы вы хотели приготовить. Вот и курица со сливками тут, и пюре из яблок, и груш. Вот. И обязательно они кладут два талона. Два гарантийных талона. Вот. Ну, а мы ждем приготовления. Два гарантийных талона. Так, девчонки, давайте посмотрим, что получилось. Я обожаю. Вы любите перловку? Я ее просто. Воды я много налила. Ну, ничего, первый блин комом, как говорится. Но я перловку обожаю. Так, посмотрим, что у нас с тыквочкой. Тыквочка у нас тоже для беззубых само то. Так. Не надо отсюда выхлюпать воду. Хотя пусть она же все равно потом станет такая. Разогревать будет хорошо. Так, сейчас я попробую, девочки. Я боюсь даже... Я боюсь даже перед вами рот открыть. Ой, какая мягенькая эта. Тыквочка. Мммм. Девочки, хотела сказать, попробуйте. Ой, мягкая-мягкая. Двенадцать минут. Двенадцать минут и два блюда готово. Ммм. Так, а перловочка как? Ммм. Маслечко надо. Без маслечка я никак... Нет, я, наверное, топленого добавлю. Я что-то люблю топленый. Ой, какая вкусная, девочки. В общем, про мультиварку. Достойная вещь, да. Нужная вещь, да. Можно без нее обойтись? Можно. Можно. Но не нужно. Девочки, кто хочет приобрести мультиварку, я обязательно оставлю вам ссылки. Переходите по ссылкам, только по ссылкам. И покупайте только по оригинальным ссылкам. Все остальное мы ответственности не несем. Ой, девчонки. Тыква прям... Смотрите. Раз. Все. Посмотрите. Вот нажала и все. Вот такая. Ммм. Очень вкусно. Очень. Да. Тыквочку я люблю. Тыкву я люблю в любом виде. И могу есть ее целыми днями. Это десерт моего детства. Да, девочки. Шикарная вещь. В общем, вот. Красота. Красота. Я закрою сейчас. А закрою как? Можно вот сюда. А, наверное, можно на эту кастрюлю. Нет, наверное. Я даже не знаю, девочки. Я же не прочитала до конца, как надеть. Ну, ладно, не суть. Я пока закрою этой родной крышкой. Самое главное, смотрите на инструкцию. Ну, вот. На инструкцию. Смотрите по этим, по разметочкам. Вот видите, тут open, schmupen. И вот так раз. И до щелчка. Взяли, завели. И до щелчка. Хоп. И все. И она закрыта. Она хорошо, крышка держится. Ее можно поднять. Девчонки, ну, быстро и вкусно. Сначала я вам честно скажу. Я думала, я не разберусь. Оказывается, проще паренной тыквы. Проще паренной тыквы. У нас начался оливий. Ммм. Ой. А перловка какая. Ммм. Ммм. Ну, вы меня простите за 12 минут. За 12 минут два блюда. Это сила. Всех люблю, обожаю. Ливень пошел. Всем всего доброго. Хорошего настроения. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Переходите на дзен. Всего вам доброго. Продолжение следует.